Внимательное отношение к природе, проблемы экологии и сознательное потребление все больше занимают умы современных людей. Химки не отстают. Уже больше недели в округе открыт экоцентр по переработке отходов. Подвальное помещение в доме номер 22, дробь 1 по улице Московской превратилось в пункт приема. Сюда можно принести старую ненужную одежду, обувь, пластиковые бутылки, батарейки и бумагу. Всего 20 фракций. Идея открытия точки сбора мусора принадлежит экоактивисту Дмитрию Трунину и местным властям. Мысль оказалась удачной. Проектом заинтересовались даже московские коллеги. Перенять химкинский опыт приехал депутат Мосгордумы Александр Соловьев. Гостю провели экскурсию и рассказали о принципах работы экоцентра. Нас это очень заинтересовало, поскольку Москва делает только первые шаги по этому пути. Поэтому очень интересно пообщаться с коллегами, которые давно этим занимаются, как минимум прорабатывают эти темы. Больше всего удивило то, что не приходится за жителями мыть какие-то бутылочки принесенные, стирать одежду и так далее. То есть жители очень сознательные. Они приносят все уже очищенное. В ходе встречи обсудили и насущные экологические проблемы. В частности, переработку бытовых отходов с помощью установки в каждый дом диспоузера, который измельчает остатки пищи. Руководитель экоцентра поделился с депутатами своими мыслями насчет проекта будущего. Нужно научно-техническое обоснование, сметы на это все дело, изменить нормативы по канализационным стокам, обязать всех застройщиков установить эти, разработать какую-то программу, которая позволит субсидировать установку диспоузеров. Тенденция к раздельному сбору отходов и заботе об экологии набирает популярность, считает депутат Химкинского совета депутатов Владислав Наганов. В дальнейшем количество мест по приему вторсырья должно увеличиться. Эти экоцентры становятся центром общественного притяжения, самых сознательных, экологически ответственно потребляющих людей, которые заинтересованы сами в раздельном сборе вторсырья. Это очень важно подчеркнуть, что здесь только вторсырье, никакого мусора, никаких отходов, это только вторсырье, а также просто добротные хорошие вещи, одежда, которую можно принести, оставить, здесь игрушки, в том числе детские, и книги даже, которыми можно обмениваться в формате буккроссинга. Передовой опыт подмосковных химок планируют перенять и открыть несколько подобных экоцентров в столице. Также в задумках проведения круглых столов, чтобы обсудить нынешнее положение дел и разработать стратегию развития экологии в регионе на будущее.